День за днём В эфире это совместный проект управления образованием обл. сполкома и телерадиокомпании Гомель, который стартовал в 2016 году. Сегодня в студии на Пушкино-8 мы собрали представителей родительских комитетов, всех без исключения районов Гомельщины. Тем, как понимание к обсуждению масса, пора начинать. День за днём По работе с персоналом начальник учебного центра открытого акционерного общества ГУМСЕЛЬМАШ Людмила Ананченко. Людмила Григорьевна, милости просьбе. И директора Гомельского государственного профессионально-технического колледжа машиностроения Геннадий Козлов. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, вступительная гонка 2017 в самом разгаре. Сергей Иванович, какое количество учебных заведений в этом году раскроет свои двери для абитуриентов и будущих студентов и учащихся? Достаточно большое количество. В Гомельской области находится и функционирует 31 учреждение профессионально-технического образования, 22 средних специальных учебных заведений, сегодня 6 высших учебных заведений, плюс 1 филиал. К сожалению, мы лишились института МЧС, но это, я думаю, что не повлияет на выбор наших абитуриентов в дальнейшем. Так как же выбрать дело своей жизни? Личным опытом в эфире «Беларусь-4» делится известный белорусский исполнитель Александр Солодуха. Они все сами. А я помню, у них был выпускной вечер в 2006 году в школе. А вот они попросили меня, вернее, не они, а директор школы попросила выступить. Я отдал там большой сольный концерт. Мы тогда работали с Олей Дроздовой. Помните, у нас был тур «Сотни километров до любви». И вот Оля не смогла приехать, и в паузе мальчишки говорят, пап, мы покажем тебе сегодня три песни, которые мы записали. И когда я услышал и увидел реакцию, как приняли их одноклассники, учителя, зауч, родители, я сказал, мне не стыдно будет вас показать. Люди должны трудиться, и нужно их этому обучать, подсказывать. Но самое важное, после окончания школы, я вот на той неделе рассказывал, ко мне приезжали сотрудники СМИ Минска. Очень важно выбрать профессию, очень важно выбрать, да, или сам человек должен почувствовать, или родители должны подсказать, педагоги в школе, потому что очень важно, да, заниматься любимым делом. Ничего страшного, если сразу будет не так, да, мединститут, а потом, да, сцена, не страшно. Главное найти себя в жизни, заниматься именно любимым делом, понимаете, на работу идти с радостью. Областное родительское собрание в телеэфире, ток-шоу «Главная тема». Мы продолжаем. Почувствовать профессию как можно раньше, говорит Александр Солодуха. Геннадий Васильевич, согласны? Да, согласен. Для этого, скажем, даже с детского сада играют там во врача, в магазин. Также подрастая и уже переходя в среднее звено средней школы, то есть мы предлагаем, и эта форма существует, это допрофессиональная и профессиональная подготовка, то есть когда они приходят, ученики средней школы, приходят к нам в учебное заведение. Есть такой проект, реализуемый, называется «Профессиональные субботы», в котором участвуют все учебные заведения, именно профтех. И там в рамках мастер-классов ученик, школьник пробует себя токарем, сварщиком, электриком. То есть разработаны программы, разработана именно специфика вот этого посвящения так, что он может себя попробовать в профессии, и в дальнейшем, возможно, связаться с этим в свою профессиональную жизнь. Попробовать себя в профессии еще в девятом, десятом, одиннадцатом классе, правильно? Людмила Григорьевна, а вот в вашей семье, как детям подсказывали, как же нащупать ту самую профессию, дело своей жизни? Ну, наверное, на опыте своих близких, родных, знакомых, личным примером, конечно. Но навязывать никому не навязывала, куда кому идти, каждый выбирал свой путь самостоятельно. И все-таки часто у родителей свои планы о карьере ребенка, у него же иное зачастую мнение. Как быть? Стоит ли быть навязчивым? Вы знаете, Александр, мне кажется, что здесь навязчивым нельзя и не надо быть. А вот то, что касается рассуждения, советов, этот процесс должен носить не эпизодический, а систематический характер, начиная и седьмого класса, и восьмого, и в десятом, и даже в одиннадцатом классе. И совместно с родителями рассуждать, обсуждать, смотреть в будущее. И родители, которые чувствуют своих детей и чувствуют правильность их направления, никогда не надо навязывать свое личное мнение, потому что этим мнением можно всегда навредить и испортить дальнейшую судьбу ребенку. Поэтому разумное сочетание родительского опыта, желание и стремление получить специальность сына или дочери, вот этот симбиоз, который приносит прекрасные результаты. И мы должны всегда помнить, полученная специальность, которая пройдет через всю свою жизнь, это самый счастливый человек, который будет всю жизнь заниматься своим самым любимым делом. И все-таки по каким направлениям система профориентации Гомельщины является флагманской в масштабах республики? Я уверен, есть чем гордиться нашим педагогам. Вы знаете, самое гениальное, говорят, то, что стихийно когда-то возникает в уме человека. Вот так однажды на селекторном совещании у нас родилось понятие, или проект профессиональные субботы, или университетские субботы, которые дают возможность сегодня самоопределению наших детей. Мы дали возможность познакомиться с высшими учебными заведениями, средними специальными учебными заведениями, профтехобразования, как я уже сказал, и побывать на промышленных предприятиях. И это, наверное, гениально просто, потому что только прощупывав, посмотрев, изучив опыт своих родителей, можно выбрать правильную специальность. И поверьте, если я бываю на производстве там, где работает мой отец, моя мать, мои родные, близкие, во-первых, я горжусь их результатами, а во-вторых, я уже стараюсь вникнуть в профессию, которая возможной станет в дальнейшем и моей. И вот из этого складывается и профессиональная династия, и приносит и удовольствие, и развитие, и профессионализм, и совершенствование в дальнейшем. Сегодня этим опытом, насколько знаю, пользуются коллеги и в других регионах? Да, вот Министерство образования в свое время заинтересовалось опытом работы Гомельской области по данному направлению, изучило этот опыт, распространило на всю республику. Георгий Геннадьевич, кстати говоря, а как к тем самым университетским субботам готовятся в Белгуте? Скажу, что готовятся все, от преподавателей до студентов. И немаловажно то, что когда к нам приходят школьники, они разговаривают в первую очередь со студентами, то есть со вчерашними школьниками. И после того, как уже видно, к чему склонен тот или иной школьник, они идут на соответствующие кафедры, где уже встречаются в том числе и с преподавателями, и с заведующими кафедрами. И после этого уже образуется такой круг интересов у школьников, который, если можно так сказать, из субботы он переходит в понедельник, там, в среду. То есть они начинают вот эти кружки посещать уже по интересам, и независимо от того, какой день, когда есть время, это взаимовыгодно и для молодых людей, и для университета. То есть это становится уже не то, что разово, или там еженедельно, или ежемесячно, а повседневной работой. Добрая традиция. Да, заботой такой друг о друге, ведь это наши будущие студенты. Юрий Геннадьевич, а как насчет новых специальностей, и тех, которые по-прежнему, несмотря на то, что из года в год они присутствуют в университете, востребованы? Есть такой топ-5 самых популярных профессий и специальностей? Знаете, я скажу, что все специальности, которые мы обучаем, они востребованы. Которые какие-то больше, какие-то меньше, но тем не менее, показателем служит то, что уже вот не один год, и этот год тому пример, у нас распределение практически 100% выпускников. То есть это самый главный показатель. Поэтому выделить какие-то сложно, но тем не менее, можно сказать, что вот железнодорожный блок специальностей, фактически Белгут, единственный университет, который в стране готовит специалистов всех видов деятельности железнодорожного транспорта. И здесь, в том числе, вот как Сергей Иванович говорил, очень велика роль династии. Вот уже и бабушки когда-то учились, и мамы, и папы, и дети приходят. И вот, наверное, вот эта популярность, она многого стоит. Своя специфика у военно-транспортного факультета. Здесь, понимаю, довольно строгий отбор, ведь так? Так, отбор начинается задолго до того, как, в общем-то, надо подавать документы. Уже в марте месяце через военкоматы принимаются заявления от желающих учиться на офицеров. Проходит отбор как психологический, физическая подготовка, в том числе специальные проверки. И к моменту подачи документов формируются дела, которые уже приходят вместе с абитуриентами в университет. И дальше уже по общему конкурсу, ну, по общим правилам идет поступление. То есть это действительно достаточно длительный и тщательный отбор. Юрий Геннадьевич, уже сегодня можно спрогнозировать, какой будет конкурс на одно место в учебном заведении, которое вы представляете в 2017-м? Ну, вы знаете, конкурс сегодня, наверное, уже не совсем актуальное понятие в условиях сдачи централизованного тестирования. Скорее нужно говорить о проходном бале. Это тот показатель, который все-таки выстраивает некий рейтинг. Формируется он, конечно, в зависимости от тех успехов, которые в конкретном году покажут выпускники, сдав ЦТ. Но единственное, можно прогнозировать, что меньше, чем в прошлом году, проходной балл вряд ли будет. Это какой? Ну, на разные специальности разные, тут по разным вузам разные, поэтому, если говорить о Белгуте, то, опять же, в зависимости от специальностей, специальностей, которые, будем говорить, экономического профиля, там балл повыше, под 300, а уже инженерно-технический, чуть пониже. Поэтому все зависит от специальностей, от предложений и спроса. Сергей Иванович, я просто уверен, что и управлением образования проводится так называемый анализ рынка. Какие профессии сегодня можно назвать профессиями будущего? Ну, в связи с тем, что в Республике Беларусь развивается атомная энергетика, я думаю, что это одно из самых перспективных развитий. Второе направление хотелось бы, чтобы получило развитие специально связанное с горным делом. У нас в Петриковском районе, вы знаете о том, что есть залежи калийных удобрений. И в ближайшее время будет производство калийных удобрений, поэтому специалисты этого профиля будут очень востребованы. Естественно, очень популярны и востребованы сегодня все специальности, которые связаны с инженерным направлением, в машиностроении и логистика особая. Такое внимание уделяется сегодня молодежи. Туристический бизнес. Вопросы, связанные с логистикой, как я уже сказал, среди молодежи сегодня становятся популярными. Но то, что мы говорим, высокие проходные баллы на экономические и юридические специальности, они говорят о том, что есть перепроизводство, но тем не менее, сегодня очень популярны эти факультеты, и наши выпускники стремятся все-таки получить как экономическое, так и юридическое образование. А как объяснить такую ситуацию? Рынок переполнен, абитуриенты, их родители, я уверен, понимают. Даже с долгожданным дипломом о высшем образовании будет достаточно сложно устроиться. Но тем не менее, с года в год достаточно высокий набор. Но у нас есть возможность у студентов на третьем курсе иметь и вторую специальность. И вот то, что касается основ юридических знаний, экономических знаний, плюс еще какая-то специальность, дает возможность более широкого применения своих знаний в перспективе. Понятен спрос на высшее образование. Как насчет среднеспециального, Геннадий Васильевич? Спрос на специалистов среднего звена. Он присутствует. И так, если сравнивать, то в прошлом году в нашем учебном заведении по всем направлениям мы готовим три специальности уровня среднего специального образования. То есть конкурс был более двух человек на место по каждой из специальностей. И это достаточно неплохо? Это неплохо. И еще есть определенная специфика в том, что у нас как раз-таки своя уникальная ниша в том, что мы на уровень среднего специального образования приглашаем именно детей, которые получили профессионально-техническое образование. И среднее специальное образование не получают по сокращенной программе. То есть это помимо того, что повышение именно их качества конкурентного преимущества как высококвалифицированные рабочие, потому что уже не секрет, что сегодня на рынке труда есть масса профессий, рабочих профессий, которые в квалификационных требованиях выставляют именно наличие среднего специального образования, но никак не профессионального, либо вообще обычного общего среднего. Мой следующий вопрос профессиональному кадровику Людмиле Григорьевне. Всех без исключения волнует, конечно же, финансовая сторона вопроса, финансовое благосостояние в будущем. Рабочей специальностью сегодня на Гомельщине достойно зарабатывать можно? Можно. Можно. Заработная плата на сегодняшний день рабочего составляет 700 рублей. Средняя заработная плата. Основных рабочих, которые выпускают непосредственно продукцию, она уже сегодня достигает и 900 рублей. Но есть и рабочие места, которые уже тысячи и выше. То есть это все зависит от желания самого работника и вот его, конечно же, квалификации. Геннадий Васильевич, за какими специальностями чаще всего сегодня идут абитуриенты, учащиеся в ваш колледж? Мы на сегодняшний день соответствуют нашей профессии, нашему названию. То есть мы колледж машиностроения. Мы готовим станочников. Мы готовим операторов станков с программным управлением. Мы готовим электромонтеров, слесарей по ремонту автомобилей, слесарей ремонтников. То есть все то, что сегодня востребовано на предприятиях машиностроительного профиля, ну и в частности Гомсельмаш, который является нашим базовым предприятием и кадры, для кого мы сегодня готовим. И, скажем так, я думаю, Людмила Григорьевна подтвердит, что, по крайней мере, к качествам подготовки наших кадров базовик удовлетворен. Сейчас узнаем, Людмила Григорьевна. Да, действительно, мы удовлетворены качеством подготовки в колледже машиностроения. Мы сотрудничаем давно. И сдавно оно является нашим базовым учебным заведением. И вот все рабочие кадры, естественно, это первое учебное заведение, с которым, в первую очередь, это и для них выгодно, взаимовыгодно, потому что они и практику проходят у нас на предприятии, а потом уже и трудоустраиваются. То есть это хорошая связка, взаимовыгодное сотрудничество. Конечно, конечно. Я уточню, оплачиваемая. Да, на рабочих местах с оплатой. Во время учебы. Во время учебы они зарабатывают. И я хочу сказать, что многие дети зарабатывают больше, чем зарабатывают их родители, работая в каком-то другом организации нашего города. То есть, с одной стороны, заинтересовано учебное заведение, но и для предприятия это уже готовые кадры, профессионалы. Ведь они приходят к нам на практику, уже имея профессию, квалификационные разряды и выполняют определенную работу и зарабатывают деньги, тем самым обеспечивают нам выполнение производственного плана. Это тоже огромная польза для нас и помощь. Аплодисменты. Есть еще один интересный момент нашего сотрудничества с предприятием. Вот обучение у нас идет три года. К нам приходят девятиклассники и учатся у нас три года. То есть, первый год они учатся в нашей мастерской и получают там азы профессии. На втором году обучения они уже работают, у нас договоры взаимодействия с предприятием, они работают именно с деталями, теми, которые потом в последующем идут в комбайн, который завтра будет убирать зерно и, скажем так, кормить нас. То есть, он уже сегодня на втором году обучения знает, какие требования по качеству, по нормам времени, по выработке предъявляются на предприятии. И третий курс – это заключительный этап подготовки, который проходит именно на предприятии. Он туда уже идет, зная, что от него ждут и что с него будут требовать. Поэтому, завершая вот обучение, он уже готов войти в коллектив не как вот просто он вошел и смотрит, не знает, куда попал. Не новичок, а профессионал. Он уже влился в коллектив, он уже готов в нем работать, как любой полноценный работник этого предприятия. Людмила Григорьевна, а сотрудничать, я так понимаю, не только с колледжем машиностроения, предприятие огромное, заботиться о будущем, коллективе? Ну, естественно, нам же нужны не только рабочие кадры и специалисты тоже. Ну, основным поставщиком еще является это университет имени Сухова технологический. Белгут тоже берем специалистов. Профессионально-политехнический лицей и машиностроительный лицей. Ну, это вот основные кадры, которые мы берем себе молодыми специалистами на предприятии. Геннадий Васильевич, и еще буквально коротко, о профессиях будущего стараетесь, как руководитель, продумывать стратегию появления, обновления вот тех самых профессий. Может быть, есть показательные примеры в тему? Конечно, мы постоянно пытаемся совершенствоваться. Мы смотрим, что происходит на рынке труда, мы смотрим, что происходит на предприятии, как у них появляется оборудование. Да и рынок системы образования тоже нужно анализировать для того, чтобы предоставлять эксклюзивную услугу. Вот такие у вас есть? Есть у нас. У нас есть профессия, которую мы на сегодняшний день готовим, единственная в республике. Называется она монтировщик шин и шинопневматических муфт. То есть... Другими словами, это рабочий шиномонтаж. Да, то есть мы учим... Есть такая действительно проблема. Сегодня на наших станциях техобслуживания работают люди, которые не имеют квалификации. Они просто научились и они работают. У нас на сегодняшний день есть кадры профессионально обученные, которые учат. У нас есть материально-техническая база, у нас есть опытный педагогический коллектив. То есть в комплексе профессий они получают эту квалификацию, что позволяет им еще более уверенно чувствовать себя на рынке труда. Это областное родительское собрание в телеэфире. Сегодня в разгар вступительной гонки 2017 в студии на Пушкина 8 мы собрали представителей родительских комитетов, всех без исключения районов Гомельщина. Уверен, есть вопросы из зала, предлагаю выслушать. Верий Сергей Васильевич, председатель родительского комитета Головинской средней школы Гомельского района. Уважаемые гости, такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, вот как можно трудоустроить 15-летнего подростка на период летних каникул? Есть ли какие-то вакансии, как это правильно сделать? Чтобы он мог заработать свои первые деньги, почувствовать им цену. Спасибо. Отличный вопрос. Сергей Иванович. Я думаю, что широкие возможности есть сегодня у школьников 15-летнего возраста. В первую очередь необходимо обратиться к заместителю директора по воспитательной работе для того, чтобы получить консультацию. Общественная организация Белорусский Республиканский Союз молодежи занимается трудоустройством в летний оздоровительный период, в каникулярное время. Там можно получить предложение для того, чтобы можно было реализовать себя не только летом, но и в свободное время от учебы и во время учебных занятий. Ну и я думаю, что предприятия и организации нашего региона тоже с удовольствием могут предоставить возможность детям этого возраста, исходя из техники безопасности, требований охраны труда, брать на работу. Ну и есть хорошее, конечно, сотрудничество между учреждениями образования и комитетами по труду и социальной защите в районных отделах, в исполкомах. Вторичная занятость – это выполнение оплачиваемых работ школьниками непосредственно в школе. Это ремонт мебели, библиотечного фонда, мелкий косметический ремонт, благоустройство территории, озеленение и многие-многие другие. При желании всегда можно найти себя и заработать свои первые деньги. Вонтру Наталья, Желобинский район. Моему ребенку в школе предложили стать участником профильного лагеря. И мы, конечно, согласились. Скажите, пожалуйста, откуда взялась идея профилизации лагерей? Спасибо большое. Для многих это и вовсе новость. Что значит профильный лагерь? Ну вот это одна из форм профоритационной работы ранней в особенности. И профработа в летний оздоровительный период направлена на различные виды деятельности школьников, включая и интеллектуальную деятельность. Дается возможность ребятам, которые владеют определенным объемом знаний по какому-то предмету, получить дополнительное знание в виде игры, формы, общения, работы достаточно интересные. Ну, приведу пример. У нас традиционно на базе Гомельского района проводится лагерь по изучению иностранных языков. Когда ребята, допустим, кто изучает английский язык, пребывание в этом лагере заключается в том, что общаются они на английском языке. Еще один пример. Есть областной эколого-биологический центр. Вот ребята, объединенные интересом к биологии, выходят на природу в походы различные. У них есть свои выходные лаборатории, изучают фауну, флору, бывают в лесах, водоемах, проводят исследовательскую такую работу. Вот это и есть профильность. Но у нас есть и хорошие примеры, допустим, не только на природе, не только вот именно узкого направления, но и широкое представление, допустим, школьников по различным, так сказать, поленаправлениям в оздоровительный период. Здравствуйте, Александр, Светлогорский район. У меня такой вопрос. Ребенку нравится оздоравливаться в летнем оздоровительном лагере в школе, где он обучается. Может ли он за сезон в таком лагере дневной формы обучения обучиться дважды? Спасибо. Если кратко ответить, то, к сожалению, нет. Есть нормативные документы в соответствии с постановлением Совета Министров, определенные сроки оздоровления за счет бюджетных средств. И поэтому сезонное можно только один раз в год. Напомню, есть оздоровление с выездом за пределы учебного заведения не более одного раза в год. Если это школьные лагеря, то не более одного раза в сезон. То есть, если это пришкольный лагерь, то ребенок может... Один раз за летние каникулы. В летний период, один раз в зимний период, один раз в осенний период, один раз в зимний период. И это правомерно. Поэтому форма, время выбирают родители вместе с детьми. И, пожалуйста, мы вас приглашаем на эту форму оздоровления детей. Добрый день, Людмила Викторовна. Я из Рогачева. Я являюсь матерью двоих сыновей. Вы знаете, мы очень много путешествуем. Побывали во многих уже местах нашей прекрасной родины. Но хотелось бы и попутешествовать за границу. Скажите, пожалуйста, как это можно устроить? Один из вариантов, через турфирму можно это сделать. Ваш, наверное, вопрос более конкретный. Оказывает ли содействие управления образования? Да, конечно. В Республике Беларусь созданы все условия для того, чтобы отдыхали наши школьники в любой период времени, в любую пару года. Что касается оздоровления за рубежом, то мы сотрудничаем с общественными организациями, которые приглашают наших школьников. Но это эксклюзивные индивидуальные проекты. Они носят такого массового характера, как были раньше. И проходило это все через управление образования, формирование групп. Сегодня такого нет. Управление образования не занимается формированием групп и отправление этих групп за рубеж для оздоровления. В Республике Беларусь есть все возможности для того, чтобы изучить свой родной край, побывать в здравницах родного края, отдохнуть очень хорошо и насладиться белорусской природой, и побыть рядом со своими родителями для того, чтобы с новыми силами 1 сентября прийти на новый учебный год. Я слышал, что в Москве, вот мои знакомые были там, существуют специальные профориентационные организации, в которых даже маленькие дети 10 лет могут прийти, чтобы примерить там форму врача, инспектора ГАИ, пожарного, почтальона, получить информацию и выбрать себе будущую профессию. Планируется ли что-нибудь такое у нас? У нас есть такая форма. Она имеет такую начальную стадию, наверное, будет более правильно сказать. Это действительно такой мировой опыт, и не только в Российской Федерации. На базе учреждений, как правило, дополнительного образования есть такие формы работы с детьми. Ну, например, наш областной дворец творчества детей и молодежи, юность, который находится в городе Гумеле, вот начал такую деятельность именно с молодежью, со школьниками, вот по такой форме, о которой вы рассказываете. И скажу откровенно, что очень хорошие связи с московскими школьниками, и с учреждениями дополнительного образования нашего дворца творчества детей и молодежи областного. И вот эта форма работы, она набирает свои обороты. В каждом районном центре должны быть такие центры небольшие, которые занимаются профориентационной работой. Я думаю, что это заслуживает особое внимание, и наша основная задача распространить этот опыт. Безусловно, полезный опыт. Конечно, очень полезный. Ирина Владимировна, город Гомель. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что 100% несовершеннолетних должны быть заняты в летний период? Как вы к этому относитесь? Мое мнение, дети, конечно, устают за время учебного года. Они должны все-таки отдыхать. Конечно, те, кто хочет поработать, они могут поработать. Но 100% это, наверное, не так. А я могу с вами и частично согласиться, и не согласиться. Наверное, в большей степени почему? Потому что мы говорим, занятость равно безопасность. Там, где дети заняты, там, где они находятся под контролем взрослых, педагогов или старшеклассников в школах, своих сверстников, опять же, в учебных заведениях, в лагерях, труда и отдыха, в оздоровительных центрах. Там очень редко бывают моменты, связанные именно с какими-то чрезвычайными ситуациями. А вот там, где бесконтрольность, там, где мы, взрослые, говорим о том, что пусть наши дети отдыхают, мы, взрослые, ушли на работу, они остались одни. Как дети придумали, чем они занимаются? А чем они занимаются? Как они проводят свое свободное время? И, к сожалению, у нас опыт работы показывает, там, где нет такой занятости, там есть гибель детей. И несколько лет тому назад мы наблюдали, что в течение летнего оздоровительного периода мы теряли почти класс ребят, которые на 1 сентября не приходили в школу. В течение недели-двух погибали дети в карьерах, водоемах и так далее. За короткий промежуток времени 8-10 человек. И это страшно. Поверьте, когда ты получаешь эту информацию, ты всегда задумываешься, почему это случилось, почему сегодня это произошло. Вот там, где мы организовываем отдых, хороший отдыхать, это что такое отдых? Отдых – это смена деятельности различная. Физическая, умственная, но это смена деятельности. И любой человек был бы заинтересован, чтобы можно было бы отдыхать активно со своими сверстниками. Это очень интересная форма. Я за то, чтобы 100% наших детей были заняты. Я за то, чтобы наши дети 1 сентября 100% пришли в учебные классы для того, чтобы сохранить здоровье, жизнь наших детей. Мы должны, взрослые, организовать эту занятость не только в летний оздоровительный период, но и в круглый год. И мы будем спокоены. Вы знаете, занятость, когда у нас в учебном заведении, наши учащиеся, все учащиеся, участвуют в подготовке колледжа к новому учебному году. И поверьте, когда он пришел, где-то покрасил, где-то прибил гвоздь, где-то отремонтировал стул, в течение вот этих 10 месяцев обучения он совсем по-другому относится. Не говоря про то, что это и полезный опыт. Да. И он не устает от этого. Он успевает отдохнуть, поиграть в футбол, побыть со сверстниками. Он отдыхает. Но вместе с тем, вот это его именно участие позволяет привить ту любовь, бережливость к чужому труду. Потому что он сам это сделал, он сам это увидел. И вот если вы еще сомневаетесь, я приглашаю вас прийти к нам в учебное заведение и пройтись просто по учебному заведению и увидеть, что за год произошло, после того, как там каждый день ходят тысячи человек. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Ирина Юрьевна Дробышевская, начальник отдела воспитательной и социальной работы Управления образования Гомельского обесполкома. Очень часто, общаясь мне по роду своей деятельности, приходится общаться с родителями. И вот буквально сегодня, пообщавшись с родителями, возникла от родителей такая вот идея. И я бы хотела задать свой вопрос Людмиле, нашему представителю ОАО «Гомсельмаш». В чем заключается идея? У нас в области вот уже несколько лет реализуются проекты. Университетские субботы, профессиональные субботы. В этом году появились творческие субботы. Это когда наши учащиеся учреждения профтехобразования приходят в учреждения дополнительного образования детей и молодежи, знакомятся с родом их деятельности. И в чем же заключается идея? Скажите, а как бы вы отнеслись к такой форме, как суббота на предприятии? И что бы вы могли предложить сегодня нашим обучающимся? Спасибо. Людмила Григорьевна. Ну, мы, конечно, всегда рады рассмотреть любой вариант, потому что это наши будущие кадры. И показать производство, показать наш конечный результат, продукт, который мы выпускаем. Кстати, с ним уже многие знакомятся, когда проходят в конце сентябра последние выходные. День машиностроителей, наш профессиональный праздник, и наша техника выставляется на проспекте космонавтов, то все дети, независимо какого возраста, все взрослые имеют возможность познакомиться с ней. И точно так же и здесь мы можем показать и цеха, нашу продукцию, наше оборудование, с чего оно начинается и чем заканчивается, чтобы школьники вполне возможно... Лучше, конечно, это выпускные классы. Да, и у нас есть выставка сельскохозяйственной техники, в которой выставлен весь спектр наших машин. Причем на предприятие стоило бы пригласить не только выпускников учебных заведений, но и желающих родителей, потому что они тоже имеют влияние на решения школьников. У нас уже маленький такой опыт, наверное, уже был. Вот не так давно общество глухонемых. Родители вместе с детьми посетили предприятие, пообщались уже с работающими на предприятии тоже глухонемыми, в каких они условиях работают, где, что производят, на каком оборудовании. Ну и был такой обмен информацией. Итак, уважаемые друзья, наше областное родительское собрание в телеэфире постепенно подходит к завершению. Профориентация, как сделать этот процесс еще более эффективным у нас в регионе. Юрий Геннадьевич. Для того, чтобы получить результат, необходимо взаимодействие и родителей, и выпускников, и учреждений образования. Вот этот треугольник, он позволит решить те задачи, которые ставят перед собой молодые люди, те мечты, которые лелеют родители, и, конечно же, учреждения образования, которые получат тех абитуриентов, которые знают, для чего пришли, и нацелены на результат. Людмила Григорьевна. В данном вопросе отношения родителей-дети, родители не должны навязывать детям все-таки, какую профессию, какую специальность им выбрать, потому что им действительно придется идти по жизни всегда с ней. И если это не его, то виновны будут родители, обида на всю жизнь остается, будут страдать и родители, и ребенок, и будущие те, которые с ним будут всю жизнь потом работать. Поэтому прислушаться, давать направление, наставление, да, это надо. Геннадий Васильевич. Профориентация на сегодняшний день – это завтра учебного заведения. Если она будет некачественной, неинтересной, то учебного заведения завтра не будет. Мы проводим эту работу таким образом, чтобы заинтересовать школьника, выпускника, чтобы показать ему все грани профессии, чтобы он пришел именно мотивированным, заинтересованным и в последующем стал настоящим специалистом на предприятии и достойно представлял нашу страну. На каждого выпускника, которого мы принимаем к себе, у нас на каждого заключен договор, и уже приходя, переступая порог учебного заведения, у него уже есть рабочее место в будущем. Сегодняшние школьники – это дети нашего времени, и поэтому для того, чтобы сориентироваться в нынешнем времени, необходимо быть уверенным в завтрашнем дне. И ранняя профориентационная работа, о которой сегодня мы говорили, и роль и родителей, и педагогов, и предприятий, организаций, она очень велика. Мы должны сделать таким образом, чтобы работала система подготовки будущего специалиста. Сегодня эта работа проводится, она носит системный характер, и хочется пожелать нашим школьникам, которые учатся сегодня и в пятом классе, и в седьмом классе, и в одиннадцатом классе одного, чтобы правильно они выбрали свой путь, были любознательными, стремились к познаниям, обращались за помощью к своим родителям и педагогам, не ошибались в выборе той или иной специальности, и имели прекрасное будущее, в будущем получив той или иной специальность. А самым прекрасным, наверное, примером может служить эта работа педагога. Я вот хотел бы, чтобы как можно больше желающих приходили в педагогическую отрасль, отрасль, которая, на мой взгляд, является для меня самой лучшей, где работают высокоинтеллигентные, интеллектуально развитые, воспитанные люди, дающие свои знания своим детям, частичку своего сердца, теплоту своих рук, заботу, любовь и уважение. Это идеал, который хотелось бы иметь в каждом обществе. Я очень рад тому, чтобы наши дети пришли к нам в отрасль через определенное время и развивали все эти, не только человеческие, но и профессиональные качества. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкино-8. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова